Продолжение следует... Профессия водолаза – спасать людей, искать утонувших, проводить исследования. Каково это? Находиться на дне, узнавала Вероника Гамзюкова. Об итогах работы Гомельской областной организации «Освод» в купальный сезон 2020 поговорим с председателем общества спасения людей на водах Павлом Новиком. Начнем с обзора происшествий за прошедшую неделю. В Гомельском областном суде вынесен приговор мужчине и женщине, которые обвинялись в том, что убили и закопали малолетних детей. О содеянном стало известно в начале января 2020-го. Из материалов дела следует, что в 2014-м и 2015-м годах жительница Житковического района с целью лишения жизни попросила жителя Солигорского закопать ее новорожденных детей. Женщина является многодетной матерью. На иждивении у нее и ее сожителя находилось четверо несовершеннолетних. По просьбе сожительницы пятого и шестого ее детей, 35-летний мужчина закопал в сарае на территории их же домовладения. В период двух своих последних беременностей мать на учет в учреждение здравоохранения не остановилась. Мужчине и женщине суд назначил наказание в виде 23,5 и 23 лет лишения свободы. Необъяснимое убийство в Мозыре. На улице студент несколько раз ударил ножом спящего незнакомца. Убийца и жертва даже не были знакомы. Мотив не ясен, а картина такая. В конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где он учился в университете. Прогуливаясь по улице, заметил спящего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого ушел в общежитие и вызвал милицию. Парень под стражей. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Три человека погибли на пожаре в Светлогорском районе. В агрогородке Печищи на улице Соловьева горел жилой дом. По прибытии спасателей выяснилось, в огне была еще и баня. Дом принадлежал 86-летней пенсионерке. Женщина проживала в нем совместно с двумя сыновьями, которые, со слов соседей, злоупотребляли спиртным. Спасатели нашли в доме обгоревшее тело хозяйки одного из ее сыновей. В результате пожара уничтожены баня, повреждены потолочные перекрытия, имущество в доме. Причина возгорания устанавливается. В Рогачеве автомобиль упал с домкрата. У машины повредился бак, и она загорелась. Водитель оказался в реанимации. А дело было так. В минувшую субботу мужчина ремонтировал автомобиль. В какой-то момент машина пошатнулась и упала с домкрата, получив повреждение топливного бака. Бензин хлынул на раскаленную лампочку, из-за чего и начался пожар. 29-летний автомобилист сумел самостоятельно выбраться из смотровой ямы и позже обратился за медицинской помощью. Автомобиль сгорел дотла. Поврежден и гараж. Мужчина с ожогами сейчас находится в больнице. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в конце минувшей недели недалеко от Мозыря. Под колесами БМВ оказался велосипедист, не обозначивший себя световозвращающими элементами. В пятницу около восьми вечера 38-летний житель Мозырского района, подъезжая на БМВ 5-й серии к поселку Криничный, в темноте не заметил препятствия и совершил наезд на 24-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. В Жолобинском районе сотрудники ГАИ преследовали мотоциклиста, который ехал по встречной полосе. Наряд ДПС подал сигнал об остановке, но водитель просто объехал патрульный автомобиль и продолжил движение. Началось преследование. Несмотря на попытку скрыться, мужчину задержали. Нарушителем оказался местный житель 1968 года рождения. Он был пьян и не имел соответствующей категории на управление мотоциклом. В отношении него составлено шесть административных протоколов. Под Гомелем женщина перевозила в легковом авто почти 200 литров спирта. Машину Volkswagen Golf остановили на автодороге М10 Гомель Кобрин. За рулем находилась 50-летняя жительница Речицы. На заднем сидении в багажнике транспортного средства были обнаружены коробки с пластиковыми канистрами. Внутри каждой находился спирт. Всего изъято 190 литров. Проводится проверка. А в Гомеле пьяная мать набросилась на сотрудницу ИДН. У женщины трое малолетних детей. При этом она злоупотребляет алкоголем. Школьный учитель ее сына решила сообщить о неблагополучной семье в милицию. По месту жительства прибыла комиссия из представителей школы, милиции и медицинских работников. Хозяйка встретила их агрессивно. На инспектора набросилась кулаками. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело. Решение о судьбе детей примет комиссия по делам несовершеннолетних. В Брагинском районе уничтожили более полутора гектаров конопли. Сотрудники РОВД и пограничники организовали рейд по контролю за местами произрастания наркосодержащих растений. В ходе мероприятия они обнаружили поле с дикорастущей коноплей. Местное сельхозпредприятие помогло его обработать. Уничтожено более двух с половиной тонн. Застрял в штабе Ледров. В Добруши работники МЧС спасли щенка. Он провалился в пространство между дровами и зданием котельной, расположенной на территории средней школы номер пять. Услышав жалобный лай, люди вызвали спасателей. Те при помощи гидравлического инструмента отодвинули бревно и вызвалили щенка из ловушки. Для него все закончилось благополучно. Ветеринарной помощи он не нуждался. В знак благодарности повилял спасателям хвостиком. Любопытство завело в западню. В Гомеле кот застрял в вентиляционной трубе гаража и самостоятельно выбраться не смог. Работники МЧС при помощи подручных средств достали трубу, после чего извлекли животное. Кот не пострадал. Ветеринарной помощи не нуждался. Спасатели передали его хозяевам. Пристегните детей под таким названием с 18 по 21 сентября проходила республиканская профилактическая акция по безопасной перевозке несовершеннолетних. О том, насколько водители следуют правилам и рекомендациям, о чем говорит статистика ДТП и какие советы дают инспекторы в следующем сюжете. Взрослые не всегда осознают, что маленький пассажир в автомобиле – это прежде всего большая ответственность. В середине августа в Гомеле на Реческом проспекте при осуществлении поворота из салона автомобиля «Рено Меган», которым управляла 32-летняя девушка, на проезжую часть выпала ее двухлетняя дочь. Девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве, несоответствующем ее возрасту, и дверь автомобиля также оказалась незаблокированной. С травмами ребенок был госпитализирован в областную больницу. А это уже статистика. В период с января по конец августа 2020 года на территории страны зарегистрировано 261 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, где 276 детей получили травмы различной степени тяжести, и 16 погибли. 122 несовершеннолетних стали участниками ДТП в качестве пассажиров. 112 из них оказались в больнице, 10 не выжили. На территории Гомельского района этот год сложился не совсем благоприятно. Увеличилось количество ДТП с участием детей, где дети как погибли, так и ранены. Количество ДТП увеличилось было 2 в прошлом году, в этом году 5 ДТП с участием детей. Поэтому инспектора ДПС обращают особое внимание на родителей, которые перевозят детей, подвозят детей к школам, к садикам, чтобы они были пристегнуты. Использовались бустеры, детские удерживающие устройства. Несмотря на постоянный контроль со стороны ГАИ, элементарное правило по перевозке детей соблюдается не всеми. В этом мы убедились перед началом занятий в Романовичской средней школе, прибыв вместе с инспекторами туда, на стоянку. Девочка, сколько тебе лет? А тебе папа кресло перевозит куда-нибудь? Или никогда не привозит? Даже не перевозит, когда мы не привозим. Но она должна все равно с ремнем безопасности быть, как минимум. Мама! Держитесь. На первый раз у нас на замещание. Я считаю, что раньше нарушений не было. В следующий раз будет привлечено к административной ответственности. Штраф составляет, максимальный штраф составляет намного больше, чем ремень безопасности и чем здоровье ребенка. Значит, будьте внимательны. В отношении этого автолюбителя, как и двух других нарушителей правил перевозки маленьких пассажиров, автоинспектор ограничился только устным замечанием. Сэкономленные на штрафах деньги посоветовал пустить на покупку бустера. Ну, в машине как дети должны ездить? Пристегнуты на селениях детских. Если больше 14, 12, то пристегиваются ремни на задние селениях. А пока, если меньше 12, то на детском селениях. Но безопасность несовершеннолетних не ограничивается только наличием в машинах детских кресел и бустеров. Большое внимание сотрудников уделяется и техническому состоянию школьных автобусов, а именно условиям перевозки в них пассажиров. Не осталось без внимания и школьная территория. Помимо транспортных средств, инспектора ДПС обращают внимание на организацию дорожного движения в районе школ, на разметку, дорожное ограждение, чтобы дорожные знаки соответствовали, были не выгоревшие. На примере Романовичской школы дорожное ограждение, которое установлено вдоль школы, это было установлено по инициативе нашего ГАИ, ГАИ Гомерского района, которое способствует тому, что дети, как правило, когда учебный день заканчивается, очень быстро выбегают с территории школы. Ограждение позволяет им не выбегать хотя бы на проезжую часть в районе школы. Как-то сдерживает их, чтобы они уже целенаправленно по пешеходному дорожке, тротуару двигались уже в сторону дома. Однако никакая профилактика не поможет, если родители сами превращаются в злостных нарушителей. В минувшую пятницу, 18 сентября, в Речице сотрудники отдела ГАИ обратили внимание на выезжающий с ЭЗС автомобиль, водитель которого 41-летняя женщина перевозила детей с нарушением ПДД. В салоне находились трое малолетних детей от 6 месяцев до 7 лет, и только один из них в детском кресле. Во время беседы у милиционера появились подозрения, что водитель пьяна. Женщине предложили пройти медицинское освидетельствование. Результат – 1,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Своё состояние она объяснила проблемами в семье. Госавтоинспекция всеми возможными способами пытается убедить водителей соблюдать правила дорожного движения. В телеграм-мессенджере создан канал, посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под названием «Добрые дороги Гомельщины». В нем размещается вся информация о проводимых мероприятиях и акциях, полезные советы, происшествия с участием несовершеннолетних. Найти его можно по ссылке или по названию. Спасать жизни, искать утонувших, проводить работы по обнаружению ценных вещей – это лишь малый отчас обязанностей водолазов-освода. Эти специалисты умеют делать любую инженерную работу на различной глубине. Вероника Гамзюкова ознакомилась с профессией водолаза. Работа водолаза считается одной из самых тяжелых, вредных и опасных для здоровья. По словам водолазов, час работы в воде сравним с дневной физической нагрузкой на суше. При этом находиться на глубине приходится в скафандре и с оборудованием, вес которого начинается от 50 килограммов. Такие условия труда подходят далеко не каждому, и чтобы попасть в эту профессию, нужно пройти строгий отбор. Водолазом может стать лицо, достигшее 18 лет, то есть не имеющее никаких отклонений по состоянию здоровья. То есть у него здоровье должно быть первой группы годности. И прошедшая подготовку по водолазному делу, сдавшая теоретические и практические экзамены. Именно в осводе водолазов обучают на базе станции. То есть закрепляются старшие, проходят теоретическое, практическое обучение. И уже непосредственно водолазные специалисты Гомельской областной организации «Освод» проводят теоретический и практический экзамен. Главный критерий, по которому отбирают водолазов, это состояние здоровья. Если оно не соответствует профессиональным требованиям, то погружение даже на небольшую глубину может закончиться летальным исходом. Поэтому перед тем, как заступить на дежурство, медсестра проверяет состояние здоровья. Если заболел, то не имеешь допуска к работе. Если есть насморк или кашель, получаешь запрет на погружение. Проверяется общее состояние, наличие насморка, кашля. Потому что если у водолазов присутствуют отдыхательные какие-то отклонения, то есть либо насморк, либо кашель во время спусков, это может привести к профессиональным заболеваниям. То есть, ну и осложнить работу, в принципе, такие как баротравмы легких, баротравмы уха. Оказаться в этой профессии задача непростая, но еще сложнее остаться в ней. Работа водолаза – это постоянный риск. Многие уходят из-за перенапряжения и постоянного стресса. Что касается водолазов, наверное, знали, куда шли и с какими трудностями приходится сталкиваться нам. И что это не всегда просто тренировочные спуски, либо какое-то обследование участков местности каких-то. Это, прежде всего, связано с поиском людей, утонувших людей. Не всегда люди, то есть, ну, находим людей, которые провели под водой довольно-таки большое количество времени. То есть, у нас все водолазы подготовлены, знали, куда шли, и поэтому таких особо страшного чего-то такого нет у нас. На дежурстве всегда находится работа. Одни проводят учебное погружение, другие проверяют водолазное снаряжение. В первом случае моделируется ситуация, когда человек тонет. Водолазы должны оперативно прибыть на место, достать из воды пострадавшего и доставить его к медику, который ждет на берегу. Во втором, в центре внимания – легочные аппараты. Матросы проверяют, чтобы оборудование сработало правильно и давление было в норме. Оба вида занятий необходимы для спасателей. Например, если водолазу не хватит воздуха на подъем или ему нечем будет дышать в момент погружения, он запросто может получить травму легких и умереть. Это непосредственно дыхательный аппарат, предназначен для дыхания под водой. Каждый раз при заступлении на дежурство мы, водолазы, проводим его проверку тщательную. То есть, чем лучше его проверить, тем сам будешь в безопасности находиться. Изначально производится внешний осмотр шлангов, подгоняются ремни, чтобы было удобно уже при тревоге сразу его одеть и произвести водолазный спуск. Проверяется, открывается баллон, проверяется давление в баллоне. Оно должно быть не менее 200 атмосфер в зависимости от конкретного баллона. Вот в этом 200 атмосфер. Дальше производится несколько вдохов, проверка легочного автомата, клапана выдоха. Ну вот. Затруднений дыхания нет, все хорошо, все работает. Каждая неисправность может стоить жизни. Во избежание таких ситуаций водолазы работают в команде. Первый находится под водой, второй водолаз – страховщик. Находится на суше в полной экипировке. Его задача – немедленно прийти на помощь. Третий – обеспечивающий водолаз. Указывает направление погрузившемуся и держит с ним контакт через сигнальный конец. Дергаем, трясем. Это своего рода азбука морза только для водолазов. То есть водолаз погружается, я его спрашиваю о самочувствии, это значит, один раз дернул. Вот он мне один раз ответил, то есть отвечает, что я на грунте, самочувствие хорошо. Если, к примеру, надо мне его отправить вправо, то есть такой сигнал, я останавливаю его. То есть один раз потряс, я его остановил, он отвесил. То есть один раз дергаю и трясу. Под водой не всегда хорошая видимость, а водолаз не всегда видит, что происходит на поверхности. Поэтому обеспечивающий контролирует движение. Как только он поймет, что с погрузившимся человеком что-то произошло, он даст команду страхующему, и тот спустится на помощь коллеге. Основная задача водолазов – это, конечно же, спасение людей. Но выполняют они и другие виды работ. Также мы обследуем им разные гидротехнические сооружения, производим подъем затонувших судов, опять же, вывозим осмотр, и различные гидротехнические работы по размыву грунта работаем. С начала этого года сотрудники освод спасли 246 человек. 39 из них – в Гомельской области. Не обошлось, к сожалению, и без трагедий. На территории нашего региона погибло 49 человек. 15 из них – при купании. Среди утонувших – два ребенка. Если вам понадобилась помощь водолазов, вы можете обратиться на спасательную станцию или в любую территориальную организацию освод. Специалисты этого ведомства помогут вам в любых ситуациях. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто». 2020-й – непростой год не только для нашей страны, но и для других государств. Весь мир захватил волной пандемии, коронавируса. Люди теряли близких, медики боролись за жизни пациентов. Миллионы людей оказались в самоизоляции и изменили привычным образу жизни. Если говорить о белорусах, то многие летние отпуска провели в стране. Лето было жарким, пляжи не пустовали. Жарким был период и для спасателей освода. О том, как выстали, кого спасали и с какими итогами закончили купальный сезон прямо сейчас в студии программы «Дефакто» поговорим с председателем Гомельской областной организации освод Павлом Новиком. Павел Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Пляжный сезон 2020 был действительно непростым. Люди в большем количестве собирались на пляжах. Как прошел этот период и как освод боролся за жизнь людей на спасательных постах? Да, Александр, на самом деле купальный сезон 2020 года можно назвать особенным. Ведь в связи с пандемией коронавируса многие желающие граждане нашей страны не смогли выехать за границу. Поэтому температурный режим нынешнего лета способствовал отдыху граждан у воды. Но было жарко, действительно, особенно июль, июнь. Поэтому мы к этому готовились. Основной упор делался на рейдовые мероприятия, на места, которые не подконтрольны осводу. Что говорит статистика утоплений за этот период несчастных случаев и бедственной воде? За купальный период 2020 года на территории Гомельской области утонуло 37 человек. В том числе двое несовершеннолетних. Если брать аналогичный период 2019 года, то было 40 утоплений и пять несовершеннолетних. Где произошли эти случаи? Где-то в районе спасательных постов либо на территории неохраняемых пляжей? Анализ всех несчастных случаев говорит нам о том, что все 100% несчастных случаев происходят в местах неподконтрольных освода. Соответственно, люди выбирают себе место для отдыха, не предназначенное для купания. То есть дикие пляжи, дикие места? Да, так и есть. По каким причинам это происходит? Может быть, опять же, связано с эпидемиологической обстановкой. Люди не хотели собираться в местах массового скопления граждан. То есть принимали решение дистанцироваться немножко от общественных приятных людей. И пренебрегая своей безопасностью, безопасностью своих близких, они все-таки шли в незнакомые места, места необследованные, которые могут быть опасны для жизни и здоровья людей. То есть речь о каких-то углублениях в акватории пляжей, да? Это могут быть ямы, обрывы, там может находиться всяческий бытовой мусор, коряги, металл, бетон, все что угодно. И люди, не зная, что у них находится под водой, прыгают с торзанок, делают самодельные трамплины. Из-за этого случаются травмы, а в худших случаях и смертельные исходы. Вы говорили о детях, что это за примеры? В начале июня поселок Марковичи, Гомельский район, 15-летний подросток ушел с другом на рыбалку. В какое-то время он решил проплыть. Отпула от берега метров 15 и скрылся под водой. Выехала наша маневренно-поисковая группа, извлекли подростка на глубине 2,5 метра. Вот так закончился случай. Это говорит о том, что родители не контролируют, где находятся их дети. Сколько подростков было лет? 15 лет. Случай, который закончился хорошо, произошел у нас в Наровле. Один из родителей перевез четверых несовершеннолетних детей на другой берег Припяти и оставил их там отдыхать. А сам вернулся на другой берег и занялся своими делами. Началась буря, поднялся шквалистый ветер, гроза, молния. Дети одни на том берегу. Что они могли предпринять, сами понимаете, никто не знает. Хорошо, что это увидели граждане, позвонили на спасательную станцию, так как это было не в зоне действия, и спасатели их не видели. Спасатели выехали, перевезли их, надели жилеты, согрели на станции и передали родителям. Хорошо, что они додумались плыть через реку обратно на другой берег. Мы говорили об утоплениях. Давайте поговорим о тех ситуациях, когда спасателям удалось спасти жизни людям на спасательных постах. Ведь были такие случаи. Да, такие случаи. Всего за купальный сезон спасено 35 человек. 10 из них несовершеннолетних. Предупреждено 830 несчастных случаев. То есть это те люди, которые конкретно терпели бедствие, да? Да, 35. Это те, которые уже тонули, которым необходима была медицинская помощь. А вот на территории охраняемых пляжей по каким причинам происходят такие ситуации? Заплывают забуйки? Ну, опять же, переоценка своих физических возможностей. Употребление алкоголя. Резкое ныряние в воду, когда могут произойти судороги, сужение сосудов, все что угодно может произойти. Температура воздуха высокая, вода все-таки не настолько теплая, да? Люди прыгают и сами себя подвергают опасности. Элементарные меры предосторожности не соблюдаются. На дворе осень температура воздуха будет только понижаться, но рыбаков меньше на берегах не становится. Это значит, что кто-то нет-нет, да и все-таки употребит спиртное, чтобы согреться, ну и продолжить рыбалку. Каковы основные правила нахождения на водоемах для рыбаков и в том числе для отдыхающих, потому что нередко люди компаниями выезжают к берегу реки или озера, шашлыки, музыка, ну и таким образом проводят отдых. Какие будут советы для таких людей? В первую очередь хотелось бы посоветовать выбирать безопасные места для отдыха. Не надо выбирать обрывистые берега, ведь осень, может быть дождливо, скользко, можно поскользнуться, упасть обрывисто в берега. Выбирайте там, где плавные подходы к реке. Желательно, конечно, отказаться от употребления алкоголя. Обязательно контролируйте, где и чем занимаются ваши дети. Не надо все внимание там уделять столу либо еще чему-то. Занимайтесь с детьми. Если вы на рыбалке используете маломерные суда, лодки, то обязательно помните, что управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Одевайте спасательные жилеты на всех находящихся в лодке человек. Вот эти соблюдения простых, элементарных правил поведения на воде и у воды может сохранить вам жизнь. Павел Галилович, а смерть и утопление по причине алкогольного опьянения, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, они были на территории Гомельской области за прошедший купальный сезон. Более 56% случаев утопления это в состоянии алкогольного опьянения. И стоит отметить, что этот показатель у нас в Гомельской области выше, чем среднереспубликанский, который является 40%. О чем это может говорить? Все-таки, наверное, о том, если правильно сказать, о культуре отдыха. Надо все-таки отдых проводить более, может быть, физическими зарядками какими-то, отдыхом активным у воды, валибол, в футбол поиграть, а не жарить шашлыки и употреблять спиртные напитки. Я думаю, что спиртные напитки нужно употреблять там, где, в принципе, безопасно. Дома в какой-то... Да, кафе, рестораны, пожалуйста, но подальше от воды. Вопросов не возникнет. Парк технических средств в Гомельской областной организации «Освод» пополняется новой техникой, география спасательных постов расширяется. Что можете сказать по поводу вот этих моментов? Ну, благодаря поддержке Гомельского областного полкома, да, у нас постоянно приобретается новая техника, новые водолазные костюмы, средства спасения. Мы обновляем нашу материально-техническую базу постоянно. Что касается создания новых постов, станций, то «Освод» совместно с местными органами власти постоянно проводит мониторинг мест отдыха населения у воды. И, соответственно, делаются выводы, где необходимо создавать новые посты, где надо, может, перенести, где место уже пересох до озера, переносим в другое место. Открытие новых постов ожидается в ближайшее время? Ну, сейчас вот мы ведем диалог с местными властями, мы ждем от них предложений, они должны выступить с предложениями, тогда мы будем совместно рассматривать. Опять же, «Освод» находится в постоянном контакте с местными властями, и мы совместно где-то подсказываем, где-то совместно обсуждаем, как улучшить инфраструктуру наших пляжей. Чтобы люди не выбирали места неподконтрольной «Освод», вошли на официальные пляжи, где они будут под контролем спасателей «Освод», где для них будут созданы все условия, туалеты, раздевалки, вода, все что угодно, торговля, прохладительными напитками, мороженое. Поэтому нам надо стремиться к тому, чтобы наши пляжи были привлекательны для отдыхающих. Ну, судя по пляжам города Гомеля, инфраструктура все-таки развивается. Развивается, но хотелось бы, конечно, больше не только в городе Гомеля, а по всей области, потому что Гомельская область занимает третье место по обводенности в своей территории, в республике. А вот количество официальных пляжей пока у нас не дотягивает до республиканского уровня. Ну что ж, я желаю успехов на этом поприще. Спасибо. Павел Леонидович, я благодарю вас за конструктивный, содержательный разговор. Спасибо, Александр. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Видео из Калифорнии. Авторегистратор запечатлел ДТП, в котором не обошлось без пострадавших. Водитель седана на серпантине пересек двойную сплошную линию и столкнулся с пикапом. В этой части штата на горных дорогах обгон почти везде запрещен, но многие нарушают таким рискованным маневром. К авариям со скутеристами. В Таиланде двое на мопеде просто родились в рубашках. На перекрестке, выехав на главную дорогу, их сбил серебристый мини-вэн. И с точки зрения возможных последствий очень удачно. Ни водитель скутера, ни его пассажир не получили серьезных травм. Поднялись с асфальта самостоятельно. Водителя мини-вэна разыскивает полиция. А этот скутерист из Китая после ДТП остался на ногах. А если точнее, на одной из них. Выполняя левый поворот, водитель электромопеда не предоставил права на преимущественный проезд легковушки и получил удар в переднее колесо своего скутера. Ушиб мягких тканей ноги – таков диагноз медиков. Травма несерьезная, но хороший урок о том, что может быть, если нарушаешь правила. Следующее ДТП с участием скутериста произошло на Филиппинах. В плотном потоке транспорта водитель скутера врезался в моторикшу, потерял управление, упал с мопеда и сразу оказался на пути движения грузовика. Водитель дал по тормозам и только это чудом спасло скутериста. Тот был уже почти под колесом грузовой машины, но обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Итог ДТП. Намного меньше повезло водителю этого мотоцикла и его пассажиру. В Таиланде учитель и ученик возвращались с занятий домой и стали жертвами удара электрического тока. Они наехали на высоковольтный воздушный кабель, который оборвался после шторма. Мотоцикл воспламенялся несколько раз. Ученик смог отойти подальше от очага поражения, но получил ожоги ног, а его учитель был госпитализирован с более серьезными травмами. К счастью, оба остались живы. Сообщается, что до ЧП оборванный кабель висел под линией электропередачи несколько дней. Это все новости этого выпуска. Следующий ровно через неделю. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова